Особое мнение на 101FM В отношении ко всем абсолютно российским регионам, в том числе и Кировской области, как можно было понять из вчерашних достаточно обширных таких комментариев, потому что по-разному, конечно, оценивали деятельность Лужкова на посту мэра Москвы, но сходились все комментаторы в одном. Фигура была яркая. Фигура была яркая, хоть и неоднозначная, и яркая в ряду многих ярких других руководителей российских регионов. И вот у меня, Алексей, такой вопрос. А почему мы сейчас не видим ярких руководителей во главе субъектов Федерации России? — Действительно, к Лужкову можно относиться по-разному. Кто-то его ценит как сильного хозяйственника, как серьезного управленца. Кто-то видит в нем человека, который через какие-то коррупционные схемы добивался выгоды для своих приближенных, даже для своих родственников. Известная поговорка, что батуринский строитель... — Да, у старика Батурина все хорошо. — Старика Батурина все хорошо, да. Много информации об этом человеке, но мне кажется, что действительно Юрия Лужкова можно отнести политикам самого высокого уровня. — Именно к политикам. — И управленцам, и управленцам, действительно, да, самого высокого уровня, потому что те проекты, за которые он отвечал, те инициативы, которые он принимал у себя на территории, мне кажется, они заслуживают особого внимания и до сих пор этими инициативами, этими проектами пользуются москвичи. — Поэтому управленцы и политика такого уровня, к сожалению, на мой взгляд, на сегодняшний день в нашей стране, наверное, по пальцам сосчитать таких людей. Вообще, если они, потому что, мне кажется... — Алексей, почему во главе российских регионов... — То, что сегодня происходит в наших регионах, можно отнести, ну, как мне кажется, как моя точка зрения, мое особое мнение. Такое ощущение, что губернаторы приезжают в регионы на кормление, на какое-то, знаете, как в свое время князьям раздавали княжество на кормление. — Ну нет, к Юрию Лужкову тоже были такие претензии. — Когда редко такое бывает, что губернатор и главный управляющий в регионе является компетентным специалистом, имеет достаточный опыт управления, административного, политического управления. Чаще мы видим, когда назначаются, а потом, ну, естественно, формально избираются бывшие телохранители, охранники, имеющие непрофильное образование специалисты. Мне кажется, все это странно, и это все приводит к тем последствиям, которые мы видим сейчас. Мы видим, как регионы все больше смотрят на Москву, все больше ориентируются на какие-то федеральные подачки, и все меньше ориентируются на экономику, на политику, на социальную сферу внутри своих регионов. Да, сейчас идет, наоборот, обратная тенденция, и Москва всячески показывает то, что уважаемые регионалы, забирайте власть в свои руки, начинайте управлять своими регионами, не озираясь на Москву. В Москве денег нет, кубышка сокращается. И бедные регионалы уже начинают здесь какие-то инициативы придумывать, придумывать какие-то схемы, но все равно, мне кажется, модель управления регионами сегодня крайне неэффективна. Те управленцы региональные, которые есть сейчас, какими-то выдающимися, я бы их не назвал, поэтому это видно по экономике, по социальной. Но про Кировскую область в том числе говорили. И про Кировскую, любая область, любой регион в нашей стране, он не вызывает какого-то восхищения. Нет какого-то экономического, социального чуда в отдельно взятом регионе. Ну, нет таких регионов, значит, таких управленцев нет. Алексей, вы согласны с тем, что пишут комментарии? То есть вот руководители регионов предыдущей волны, если так можно обозначить их, да, такие крупные политические фигуры, они действительно были политиками. Те руководители регионов, которые сейчас, они чиновники. Все верно, да, я согласен с этим мнением. И мало того, что они политики, они еще по-советски крепкие хозяйственники. Были. Устойчивое такое выражение, крепкие хозяйственники. Я помню, точнее, я не помню, я по рассказам только знаю и помню, как Кировской областью руководил господин Бакатин. Вот это была сильнейшая фигура, сильный управленец, крепкий хозяйственник, значимый строитель. После него в Кировской области осталось столько объектов, сколько не построил ни один губернатор, последующий в Кировской области. Он всего лишь руководил нашим регионом два года. Вот это сильный управленец. Вот это была серьезная управленческая рука. То, что происходит сегодня, я бы не назвал каким-то выдающимся развитием, какое-то топтание на месте, стагнация и иногда неэффективные управленческие решения. А почему так происходит? Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, это проблема кадров. В смысле, люди кончились в России? Да не то, что люди кончились. Мне кажется, люди стали менее самостоятельными в принятии своих решений. Вот мы сейчас говорим с вами о Лужкове. Вспомните, как он разговаривал с представителями ГКЧП, как он принимал те или иные серьезные решения, даже связанные с налоговыми изменениями. Внутри субъекта, своего субъекта. То есть, человек самостоятельно принимал серьезные взвешенные решения, которые приходили на пользу его региону. Мне кажется, на сегодняшний день у нас каждый политик, каждый чиновник шнурки завязывает с позволения Москвы и с одобрения федеральных чиновников. Мне кажется, это неправильно. Надо менять такую повестку. Надо говорить о том, что региональная власть все-таки должна брать власть в свои руки, проявлять региональную инициативу, выдвигать региональные предложения, смотреть на развитие региона через собственную призму, собственное население, своей территории. А не заглядывать в рот московским министрам, которые в Москве находятся, в московских кабинетах, и говорить о том, что как они скажут, так и будет. Мне кажется, это неправильно. Должна. Но возможно это сейчас? Вот в нынешней политической ситуации возможно или нет? Я думаю, это абсолютно возможно. Все зависит от конкретного человека, как он будет себя вести в той политической модели, в которую он попал. То есть все еще не потеряно, все еще можно вернуться. Хорошо, в таком случае давайте перейдем все-таки к нашим руководителям, непосредственно нашим руководителям до недавнего времени. Но прежде всего я бы хотела, конечно, вашего мнения спросить о последних озвученных каких-то информационных поводах в процессе судов, известных судов, в том числе по делу электронного проездного, где вот фактически в понедельник Дмитрий Никулин огласил, что часть денег, которые, как я понимаю, были таким незаконным путем получены, они направлялись на предвыборную кампанию Владимира Быкова. Я не знаю, насколько можно доверять показаниям человека, данным в суде. Вроде бы человек должен говорить правду. Но, видимо, никаких доказательств этого, кроме слов, пока нет. Или мы их пока не видим просто. Мы сейчас только что с вами говорили о политическом мастодонте федерального уровня. Здесь мы с вами переходим к теме политического мастодонта регионального уровня. Совершенно верно. Владимир Быков действительно был знаковой фигурой для Кировской области на протяжении многих лет. С 2007 года я помню избирательную кампанию, когда он попал в Кировскую городскую думу, как он стал главой города. Я прекрасно помню эти времена и помню, с чего все начиналось, как Владимир Быков набирал свой именно политический вес и к чему все это пришло. И вы говорите о том, что господин Никулин сделал, можно сказать, сенсационное заявление, говоря о том, что кировские МУПы, в данном случае электронный приездной, кто за это отвечал, они перечисляли часть средств, похищенных преступным путем, на избирательную кампанию Быкова. Но я вам хочу напомнить, что господин Быков одномандатником не избирался. Не в первый раз, не во второй? Нет, он был в партийных списках, соответственно, избирательной кампанией была партией «Единая Россия». И действительно достаточно сенсационное заявление, которое говорит о том, что вот как партия «Единая Россия» набирает свои бюджеты и возможно набирает свои голоса. Подождите, Алексей, я возможно, да. Которая была применена во время избирательной кампании, так называемые «Хорошие газеты», может быть, вспомните такие, в 2007 году вот группа депутатов привязывалась, скажем так, ассоциировалась с так называемой «Хорошей газетой». Это были так называемые «Хорошие депутаты», которые с помощью каруселей, непонятных черных избирательных технологий попали в городскую думу. Затем были народные наблюдатели, которые известный факт за 500 рублей оплачивали голоса избирателей. Так, Алексей, мы сейчас про какие выборы говорим? Это уже 17-й год. 12-й? Нет, первое я говорю про 7-й год, а сейчас 17-й год, это 16-й, это любые выборы всех избирательных кампаний. То есть как будто бы наблюдатели понаблюдали за выборами, им дали 500 рублей, люди сходили, проголосовали за нужную партию и спокойно ушли, получив 500 рублей. Все это, естественно, является грязными черными технологиями, и понятно теперь, мне, по крайней мере, понятно, откуда брались деньги на эти все черные технологии. И теперь я вам расскажу одну байку. Я не знаю, байка это или не байка. Алексей, а вот у меня предложение. Давайте мы сейчас паузу сделаем, на полминуты, да, и вернемся. Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин, в нашей студии предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва. Мы тут в перерыве немножечко сориентировались по цифрам, да, хорошая газета, 7-й год, депутаты, пятисоточники, 12-й, насколько я помню. Да, все верно. Все верно. Так, байка. Насчет этой байки. Говорят в народе, что во время избирательных кампаний так называемые отцы города, как их любил называть Никулин, садились за стол, накрывали скатерть во дворце пионеров и созывали себе представителей и директоров муниципальных унитарных предприятий нашего города. Алексей, это вот именно байка, то есть у нас доказательств этого нет, я так понимаю. У меня никаких доказательств, я говорю, что это байка, вот люди так говорят. Но в свете последней информации, которую сказал Никулин, который заявил на суде, на расследовании, что деньги из МУПа выводились в том числе на избирательные кампании, я могу предполагать, что это даже и не байка. Эти отцы города созывали директоров муниципальных предприятий и просили у них деньги на проведение избирательных кампаний наличными. На вопрос последних, а где мы возьмем наличные из бюджетного учреждения, выкручиваетесь сами, господа. Вот знаете, вот байка, не байка, но в свете последней информации, последних заявлений я все больше склоняюсь к мнению, что это не байка. И настолько становится неприятно и противно, что несколько раз в наш с вами карман засунули руку, потому что муниципальные предприятия, городские предприятия, они засовывают руку в бюджеты, засовывают руку в муниципальные предприятия, мутными схемами достают оттуда наличные средства. Ну, естественно, непонятными схемами, потому что законно оттуда достать невозможно. И пускают их на свои черные технологии избирательные, где опять нас обманывают, крутят вокруг пальца, становятся депутатами и с умным лицом сидят на кнопке нажимают, когда надо. Или даже в свое время, я помню, я помню, что в свое время несколько депутатов за разные вопросы голосовали по пришедшим на их телефоны смс-кам. Да, как они шевелились в своих телефонах, у всех одновременно приходили смс-ки, за-за, нет-нет, против-против, воздержались-воздержались. А кто отправлял-то смс-ки? Я не знаю, кто отправлял, но... То есть центр какой-то есть, центр управления депутатами? Сам факт такой политической нездоровой ситуации в нашем городе, он говорит о том, что ничего хорошего, ничего хорошего вот та политическая партия, те люди, которые в ней состояли, не привнесли в наш город. Бюджет был стагнационным, муниципальные университетные предприятия полубанкротные, с убытками, постоянно просящие денег, но не приносящие денег в кубышку. Город был серым, грязным, неухоженным. Но что происходит сейчас? Этих людей уже практически нет в органах управления. Их люди практически в полном составе покинули МУПы и городские предприятия. Что происходит сейчас? Ничего не изменилось. Все тот же город, все та же серость, все те же самые мутные схемы и все та же предстоящая избирательная кампания. Алексей, это просто место проклятое. Место проклятое. Знаете, как в анекдоте про автоваз. Да, либо в этой ситуации, либо надо что-то конкретно предлагать, то есть какие-то новые должны люди появиться в нашем регионе, чтобы наконец-то наш город управлялся по-честному, красиво, правильно и эффективно. Так появились новые люди. Либо надо что-то менять в той политической структуре, которая сложилась в муниципалитете. Ладно. Предстоящие выборы в 2021 году должны ознаменоваться какой-то кардинальной вехой, сменой всей политической системы в нашем регионе в том числе. Вот у меня вопрос. Вот Дмитрий Никулин огласил показания в суде и сказал, что предвыборная кампания, как вы говорите, не Владимира Быкова, а получается, что Единая Россия, раз Владимир Быков был списочником, спонсировалась в том числе за счет вот этих выведенных денег. На имидже Единой России. Вот предстоящие выборы в 2021 год. Вот это заявление как-то отразится или нет? Мне очень хотелось бы верить, чтобы на имидже Единой России вообще все отражалось, что делают депутаты от Единой России и что принимают... И плохое, и хорошее. И плохое, и хорошее. Но, к сожалению, политическая ситуация такова, что, чтобы плохого эта партия не делала, за нее все равно будут голосовать люди. Все равно они через мутные схемы самовыдвиженцев непонятного содержания, бесконечные предвыборные бюджеты будут добиваться своего, будут добиваться большинства в муниципальных и региональных парламентах и будут диктовать остальному населению, как себя вести, какие законные инициативы им принимать. Я считаю, что это неправильно, это нездоровая ситуация, она должна рано или поздно поменяться. Я надеюсь, что в ближайшие два года такая политическая система поменяется, и рано или поздно те представители, которые разлагали и разлагают наш город, уйдут из Кировской области раз и навсегда. Ну ладно, будем надеяться на то, что появятся им взамен какие-то хорошие представители. Я, честно говоря, пока боюсь предполагать, кто это может быть, опасаюсь, но в том смысле, что просто не знаю вообще, есть эти люди или нет. А говорить, что этих людей нет на страну большую и нашу область полуторамиллионную тоже как-то грустно становится. Алексей, слушатель спрашивает вашего отношения к ситуации по отстранению России от Олимпиады и международных соревнований. Есть что сказать сейчас или нужно подумать? Если честно, тема не совсем специфическая, не совсем специальная для меня, но хотел бы буквально следующее сказать. Если спортсмены или федерации централизованно принимали этот допинг и централизованно меняли результаты допинг-тестов, допинг-анализов, то я уверен, что эти федерации, эти спортсмены, в данном случае вся наша спортивная страна, она должна понести наказание. Какое оно? Ну, в данном случае решают международные организации. Я не уверен, что действительно все, что преподносится нам с той стороны, со стороны обвинений является на 100% доказательным, на 100% в этом никто, мне кажется, не уверен. Но, тем не менее, определенные наказания должны были все понести. Ну, вот ситуация сейчас, она вот такая. Говорить, махать флагом и радоваться, и ура, патриотизм, дано их в баню, мы сами между собой будем соревноваться, и нам ВАДА не указ, и Международная Федерация нам тоже не указ. Я думаю, тоже это глупо, и это мелко. Это мелко, и все-таки... То есть смириться, принять вину... Да, нужно принимать меры внутри нашей страны, и говорить о том, что действительно, там, мы будем заниматься безопасностью наших спортсменов, а не выдавать желаемое за действительное, что мы такие все зайчики белые и пушистые, мы ни в чем не виноваты, нас через международное давление пытаются поставить на колени. Мне кажется, это неправильно, это глупо, это только формат Первого канала. Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го САЗЭВа. Поскользили мы с вами, Алексей, дальше. Не просто так, я сказала, поскользили, потому что говорить мы сейчас будем о тех мерах, которые город принимает в борьбе с гололедицей, да. Накануне за неудовлетворительную уборку тротуаров были объявлены выговоры сразу нескольким людям. Это руководители Управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев и Алексей Шутинов, также руководитель города Румостроя Леонид Лобов. Выговоры объявлены главой администрации Ильей Шульгиным. Вот буквально перед тем, как пришла эта новость, Алексей Шутинов был в нашей студии и сказал, что подрядчикам, соответственно, которые не справляются с заданием и субподрядчикам, будут выписаны штрафы. Но штрафы, я так понимаю, они не совсем как штрафы выглядят, просто им не доплатят за ту работу, которую они не сделали. Вот и все. Ситуация, на которую ссылаются дорожники наши, да. Нехарактерная погода. Нехарактерная погода. Вот. Не справляются, нет людей, нет техники, которая должна была прийти и не пришла. Вы так улыбаетесь? Я так улыбаюсь, потому что эта тема настолько уже набила оскомину и очень смешно. У нас каждый год такой? Да, каждый год такой. И очень смешно слушать представителей администрации или в данном случае заказчика, УДПИ, о том, что мы не доплатим этим подрядчикам и субподрядчикам за невыполненные работы. И очень смешно об этом слушать, потому что, видимо, когда составляли контракт, они забыли его прочитать. И не доплатить невозможно. Как это? Ну, вот так вот. Невозможно. А штрафные-то санкции там же прописаны? Они предусмотрены, они настолько ничтожны и настолько малы по сравнению с тем бюджетом, который осваивают вот эти подрядчики и субподрядчики, но для них это капля в море. И грозить пальчиком о том, что мы вам не доплатим 35% или сколько там заявляли от контракта, ну, это смешно. Это, знаете, очередное обещание из УДПИ, главы администрации. Я уже устал слушать эти обещания, и действительно, эти обещания мало выполняются. Но, тем не менее, так вот, вот смотрите, ситуация каждый год не меняется. Каждый год мы с вами в зимнем эфире говорим одно и то же, что коммунальщики не справляются, техники не хватает, людей не хватает. Глава администрации, неважно какой администрации, что был перескоков, что Мачехин, что Драный, что Шульгин, все главы ходят, грозят пальчиками, все главы говорят о том, что будут применены штрафные санкции, но потом в конце года на подрядчика накладывается штраф 800 тысяч рублей из многомиллионного контракта, и все расходятся, закрывают контракт, подписывают контракт на следующий год. С тем же самым подрядчиком? С тем же самым подрядчиком, да. Но в данном случае контракт подписан на три года, и я думал, что ситуация хоть немножко изменится. Почему на три? На 20 месяцев контракт был подписан. Да-да, не на три года, да-да, больше, чем на год, на полтора года. Значит, я думал, что хоть немножко ситуация изменится, хотя бы наши главные большие подрядчики от Автодорга и ДМС будут хотя бы финансово планировать свою деятельность, закупать технику в лизинг, как-то эффективно распланировать свои доходные, расходные части. Да, мы говорили о том, что длительный контракт это позволяет, то есть у людей есть гарантия, что они останутся с работой. Чем больше подписан срок контракта, тем больше маневр для планирования. Но этого не случилось, техника у них там запоздала, лизинг был дорого взят, я знаю, что этот лизинг был очень дорого взят, техника куплена в три дорога, не знаю, по каким схемам она там куплена, и даже знать не хочу, но предполагаю. Надеюсь, не будет как в прошлые лета, когда техника в пластиковой упаковке списывалась с балансовой стоимостью и уводилась на частные организации. Это опять же рассказывают люди, надо эту информацию проверить. Так вот, мы вернулись к тому, что ничего не поменялось за несколько лет, ситуация не поменялась, город не изменился, объем уборки улиц не изменился, финансирование увеличилось, увеличилось по сравнению с предыдущими годами, но ничего не изменилось. Что это означает? А что это означает? Означает, что неправильно выстроена система уборки коммунального обслуживания города. Смотрите, Алексей, мы пробовали две схемы, вот я, насколько понимаю, в последние годы. У нас сейчас две схемы. Маленькие подрядчики и один большой подрядчик. Нет? Не так? У нас все тендеры, все контракты были крупными, просто в какой-то год они были, но чуть-чуть поменьше, чем обычно, а в этот год опять напихали в два контракта. Значит, я говорил, ну и все, скажем так, те специалисты, которые занимаются спецтехникой, занимаются коммунальным обслуживанием в других городах, в нашем регионе, все твердят об одном и том же. Есть две только схемы управления городом, коммунального управления городом и благоустройства. Либо вы подписываете единый контракт, один большой, с очень крупной компанией, у которой достаточно техники, единиц, людей, специалитет, опыт управления, опыт подрядной работы. Либо вы дробите лоты на много-много-много маленьких, квартальные, районные, уличные и так далее. И таким образом создаете конкурентный рынок, и маленькие подрядчики будут бороться за каждый маленький лот, выгрызать эти лоты, заниматься своей эффективностью и быть полностью напрямую ответственным перед заказчиком за выполненные работы, а не как сейчас, через подрядчика. Так вот, в первом случае, эта схема работает во многих регионах и городах, но в этой схеме есть очень крупный региональный или муниципальный подрядчик, который имеет собственную технику и собственных людей, что имеет ГДМС. Ну, людей как минимум умеет ГДМС, только говорит, что их не хватает. Несколько человек и несколько единиц спецтехники. 38 нам вчера вроде бы называл Константин Сичихин, человек. Вот человек, да. На ручной уборке. Я про это и говорю, 38 во всем новом предприятии. Ну, условно говоря. Значит, нужен единый один большой подрядчик с количеством техники для того, чтобы не привлекать субподрядчиков. Такая только может схема работать с одним подрядчиком. Либо мы дробим лоты на много-много маленьких, и каждый маленький бизнесмен, который есть в Кирове, или который готов приехать из другого региона и заниматься контрактом, будет ответственным предзаказчиком. За свой маленький участок. И будет нести эффективную подрядную работу. Алексей Кузьмин, в нашей студии мы должны сделать перерыв на рекламу. Мы вернемся. Особое мнение на 101FM Продолжаем выслушивать особое мнение Алексея Кузьмина, предпринимателя и депутата Кировской городской думы пятого созыва. Мы закончили с уборкой города или нет? Нет, мы не закончили. Я так поняла, что схемы две. Крупный подрядчик со своей техникой, со своими людьми. Полностью обеспечен. Полностью обеспечен. Не привлекающий субподрядчиков, как делает сейчас ГДМС. Так. Или Вятавтодор. Так, а это реально сделать? Это реально сделать. Во многих регионах и муниципалитетах такая практика есть, и это работает. Это за счет бюджета делается? Это естественно. Если это городское предприятие, надо изыскивать городские деньги для того, чтобы закупать новую технику, а не по 4-5 единиц, как купили ГДМС. А сколько надо? Надо, чтобы справлялся подрядчик со своим фронтом работы. Вот нам заявляли, что 140 единиц – это нужное, необходимое число техники для того, чтобы исправиться. Так вот, у ГДМС должно быть 140 единиц техники. А где город деньги-то на это возьмет? Вот это хороший вопрос. Поэтому, вот в данном случае, когда город настолько дефицитный, как наш город, необходимо использовать вторую схему, которая применяется во многих областных центрах нашей страны, где лоты тропятся на много-много маленьких, квартальные, уличные, районные, и бизнесмены грызутся за эти лоты, эффективно используют те ресурсы, которые имеют, ту технику, тех людей, которые имеют напрямую под отчетный заказчику и обслуживают эти территории. И посмотрите, какая там чистота. И в этой ситуации мы убираем… Нам говорили о том, что будет сложно контролировать. Мы убираем эту прокладку в виде непонятных ГДМСов и полностью создаем конкурентную среду. Если ГДМС имеет свою технику, способную взять несколько лотов, ради бога, заявляйтесь, участвуйте. Если нет, зачем вы нам тогда нужны? Необходимо вообще приватизировать ГДМС при второй схеме. Значит, поэтому мне кажется, в данном случае, что происходит сейчас в Кирове, вы уж либо крестик снимите, либо трусы наденьте. То есть у вас ни первая схема не работает, ни вторая не работает. Город как был серый не убранный, так он серый не убранный остался. Ничего не поменялось, деньги увеличились, количество подрядчиков не изменилось, зато деньги утекают уже другим подрядчикам. Если раньше были примазаны только кировские ОООшки, даже могу перечислить какие-то ОООшки и с какими людьми это было связано, то сейчас происходит определенное перераспределение вот этих субподрядчиков. Деньги утекают уже иногда и нагородним организациям, и другие люди контролируют эти финансовые потоки. Это очень плохо, это неправильно. Эти схемы, как губернатор Васильев любит произносить это слово, мне оно очень нравится. Вот это схематозы, схематозники, вот надо уже уходить от этих схем, надо приходить к эффективному управлению. Либо первое, либо второе. А то, что происходит сейчас, оно неэффективное. И это видим мы с вами, горожане. Мы это видим, каждый год мы это видим, каждый год какие-то изменения происходят, но вот изменений тех, которые видны глазу обычного, горожанина их нет почему-то. Хорошо, еще одна тема, тоже городская, которую я бы хотела вас попросить прокомментировать. Не знаю, ознакомились ли вы с публикацией на портале «Свой Кировский». Толкают нас на самоубийство. Кировская мэрия потребовала снести 75 киосков и павильонов. Речь идет о новой схеме размещения нестационарных торговых объектов, которая начнет действовать с января следующего года и будет действовать до конца 2022 года. В схеме более 300 мест, при этом в новую схему не попали 75 объектов из ныне действующих. Предпринимателям нужно будет их снести, снести за свой счет. Город предлагает взамен людям, чьи торговые павильоны, как я понимаю, часть в центре города, часть еще в каких-то проходных местах. Все-таки большинство площадок, которые свободны сейчас и все еще предлагаются, это, как говорят предприниматели, на окраинах. Что говорят эксперты? Ну вот президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула говорит о том, что, традиционно говорит о том, что эта ситуация выгодна крупным торговым сетям, которые страдают от прихода, от экспансии федералов в наш город. Мы прекрасно понимаем, на кого намекает Валерий Турула. Не раз он в этой студии эти сети называл и озвучивал. И кто покупал муниципальные площади за 16 тысяч рублей за квадрат? И тем не менее, все-таки, ну вот ситуация, с одной стороны, кажется, вроде как, ну, закономерной, что ли. Прошла пора уже, да, таких маленьких нестационарных торговых точек. Надо как-то унифицировать, надо приводить город в порядок, надо наводить, ну, там, я не знаю, благоустройство. Дресс-код. Дресс-код делать в этой сфере, дресс-код водить, да, какой-то. С другой стороны, есть предприниматели, которые теряют свой бизнес, потому что не готовы они на окраинах все начинать с нуля и привлекать покупателей, да и вообще не факт, что там они не прогорят. Что делать? Вот у меня к этим торговым павильонам двоякое отношение. С одной стороны, негативное, потому что часто в таких павильонах из-под полы продают водку, сигареты, что попало, продают, в общем, занимаются незаконной деятельностью. Но не все. Незаконной предпринимательской деятельностью, часто без кассы, без налогов, без всего там, черным налом каким-то идут операции, непонятно потом, куда уходят эти деньги, естественно, мало налогов платится и так далее, и так далее. Это негативное отношение. Еще к негативу можно отнести внешний вид, часто непрезентабельный внешний вид этих торговых павильонов. Бывают исключения, бывают исключения, действительно, когда предприниматель с умом подходит к своему бизнесу, он понимает, что от внешнего вида зависит выручка этого объекта, он вкладывает средства в косметический ремонт. Иногда такие объекты выглядят очень симпатично и не то, что не разрушают внешний облик нашего города, иногда даже украшают. И таких примеров немало. Что касается положительного отношения к этим торговым павильонам, то хочу сказать следующее, что, например, мелкие пищевые производители, которые производят продукты питания, им бывает очень часто сложно зайти на полки федеральных или региональных крупных торговых сетей. И часто вот такие мелкие производители пытаются сбыть свою продукцию через вот такие павильончики, ларьки. И часто это получается. Иногда мелкий производитель, маленький какой-нибудь там пельменный цех, где-нибудь в районе Кировской области, может выйти хоть на какой-то весомый уровень только через такие маленькие ларьки и павильоны. И такая продукция заходит. Потому что попасть там в пятерочку, в магнит, ну, практически нереально и невозможно. Не то, что крупным производителем, даже мелким. Не то, что мелким, даже крупным. И поэтому тоже такое двоякое отношение, что вроде бы здесь и бизнес развивается, и мы говорим о малом бизнесе, ведь владельцы этих павильонов, продавцы в этих павильонах, это ведь тоже своего рода представители микро, малого бизнеса. Когда мы с федеральной кнопки говорим о том, что мы будем поддерживать малый бизнес всеми имеющимися рычагами и в то же время сносим предметы малого бизнеса, это их объект, то есть он его построил, он вложил в него деньги, как говорят предприниматели, прикормил публику и покупателей. Он долгое время вкладывал в средства, в рекламу, в продвижение, в маркетинг. И мы этот инструмент у него забираем, оставляем его с босыми ногами на улице и говорить о том, что мы поддерживаем малый бизнес, здесь не приходится. Поэтому здесь такая двоякая картина. Может быть, и правда нужно наводить порядок, нужно как-то их, может быть, унифицировать, эти торговые павильоны, как в свое время было в Москве и вообще в крупных городах, когда унифицируют торговые павильоны. Если ты занимаешься печатной продукцией, павильон выглядит вот так, должен выглядеть вот так. Если ты продаешь фрукты, овощи, павильон выглядит вот так. Предприниматели, те, которые сейчас занимаются именно в этой сфере бизнесом, они готовы нести, по вашей оценке, такие дополнительные расходы? Вот я об этом говорю. На переустройство павильона. Если предприниматель ответственный, если он не хочет потерять свой бизнес, а все идет к тому, что он может завтра потерять свой бизнес, он согласится на это условие, облагородить свой ларек, торговый павильон, выставить его в унифицированную какую-то форму, облагородить, фасад отремонтировать, внутри помещение сделать, клумбу посадить возле ларька, я думаю, предприниматели на это пойдут и найдут денег. Если мы говорим о том, что либо пан, либо пропал, либо тебя завтра закроют, либо сделай свой торговый павильон презентабельным и не захламляй внешний вид города. Хорошо, посмотрим, чем обернется ситуация с торговыми точками. И еще одна тема, я даже, правда, не знаю, Алексей, успеем мы или нет, и стоит ли начинать, это история с оттепелью, которая сегодня, как я понимаю, закончится после обеда, обещают нам похолодание, снег уже пошел. Театральная площадь, ледовые блоки, которые везут для ледяного городка на Театральной площади из Тюмени. Обсуждается тема достаточно широко, 14 миллионов рублей, по-моему, выделено на новогодние украшения именно Театральной площади. И была хорошая тема в комментариях под этими новостями. Зачем вообще мы делаем городок из льда? У нас лесной регион, давайте делать из леса, из дерева. Великолепное предложение, великолепное. Потому что тот маразм, который происходит каждый год на Театральной площади... Растает, не растает? Когда сюда вкладываются миллионы дефицитного городского бюджета, когда мы льготникам урезаем льготы, когда мы не можем выделить хоть какие-то деньги на развитие, на ремонт детских дошкольных учреждений, когда школы прозябают. Мы выделяем какие-то колоссальные миллионы в праздник-однодневку, и которые, в принципе... Хорошо, пусть месяц праздник, да. Ну, даже месяц-однодневку. Ну, мне кажется, это нерентабельно, неэффективно, неправильно, да это и даже некрасиво. У нас лесной регион. Есть масса лесников, которые готовы предоставить свой лес в качестве каких-то компенсационных услуг и в качестве социально ответственного бизнеса. Вот этим нужно украшать наш лесной край. И это будет правильно, красиво и эффективно. И экономно, самое главное. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва, был в особом мнении. Программа завершается. Мы со слушателями прощаемся. До свидания. Особое мнение на 101FM